Нагорно-Карабахская республика не была в составе независимого Азербайджана. Это факт. Понимаете, есть такие восточные страны, где достаточно парню выйти, три раза сказать «талах, талах, талах», и это означает, что они с женой в разводе. Но это понятно, потому что это касается судьбы двух молодых людей, двух супругов. Здесь это понять можно. А у Качарян тоже получается «талах, талах, талах». Там речь идет о судьбе двух людей. Здесь же идет речь о судьбе двух народов, о судьбе двух государств. Как можно нести такую, извините, с позволения сказать, ахинею, юридическую, безграмотную околесицу, и под которую, я еще раз повторяю, поднять армянский народ на движение сепаратизма? Очень печальная история. Это фейки, которые действительно сыграли колоссальную роль за прошедшие 30 лет. То есть, как говорится, сначала было слово, потом была кровь. Вот так оно и было. Сначала фейковое слово, фейковая информация, на основании которой проливалась кровь. Когда в феврале 1988 года в Карабахе вспыхнул инспирированный извне сепаратистский мятеж и зазвучали требованиями АЦУМа, то есть воссоединение Карабаха и Армении, в СССР действовала конституция в редакции 1977 года. В ней четко прописан статус союзных республик, автономных республик, автономных областей и так далее. Так, согласно статье 72 этой конституции, за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. И ни слова о том, что в этом случае автономным республикам или еще кому-то будет предоставлено право проявить свое особое мнение, никаких упоминаний о референдуме и так далее. Согласно статье 78 Конституции СССР, территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению соответствующих республик, которое подлежит утверждению союзам СССР. То есть ни о каком выходе Карабаха из состава Азербайджана и его воссоединении с Арменией без согласия официального Баку согласно Советской Конституции и речи быть не могло. Мы, конечно, можем сделать скидку на то, что Роберт Кочарян не совсем юридически подкован и перепутал Конституцию СССР с другим документом. Законом от 3 апреля 1990 года о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР, которых слову полностью противоречил самой Конституции. Однако этот документ родился на свет, когда СССР уже трещал по швам. Еще в 1989 году Азербайджан принял свой Конституционный закон о суверенитете, так что закон о выходе мог вступить в действие в Азербайджане только после его ратификации азербайджанским парламентом. Наконец, этот закон мог вступить в действие только если бы одна из республик решила выйти из существующего СССР в индивидуальном порядке. Между тем, как мы знаем, Советский Союз, который был договорной федерацией, распался, поэтому данный закон так и не сработал. Но самое главное, этот закон был принят Верховным Советом СССР только 3 апреля 1990 года, а значит, никак не мог быть основанием для требований Мияцума воссоединения Армении с Карабахом в 1988 году. Согласитесь, Роберт Кочарян, фактически поднимая народ на кровопролитие в 1988 году, ну никак не мог опираться на документ, который появится только через два года. Армянских националистов об этом, кстати говоря, предупреждали всем, вплоть до Горбачева. 18 июля 1988 года на расширенном заседании Президиума Верховного Совета СССР по карабахскому вопросу было признано невозможным изменение существующих границ и национально-территориального деления. Игорь Бачев на этом заседании во время спора с армянскими делегатами заявил, как вы хотите решить проблему? Победить любой ценой? Но ведь это нереально. Что же касается референдума 10 декабря 1991 года, где будто бы была объявлена независимость Нагорного Карабаха, то даже если и основываться на законе 1990 года, проводить референдум должны были уполномоченные из Москвы, но уж никак не бородачи, то есть незаконные вооруженные формирования. Напомним, что этот так называемый плебисцит состоялся ровно через 20 дней после того, как возле села Гаракент армянскими военными был сбит вертолет Ми-8, на борту которого находились высокопоставленные чиновники Азербайджана, журналисты и наблюдатели от России и Казахстана. Также к 10 декабря 1991 года азербайджанское население оставалось практически только в Шуше, Ходжалы и еще нескольких селах. Поэтому референдум без доступа к базе данных избирателей в условиях вооруженного террора, когда перемещаться было небезопасно не то что по дорогам, но даже по воздуху, референдум, в котором к тому же не участвовала азербайджанская община Карабаха, априори не мог иметь законной силы. Тем более у Нагорного Карабаха не было права объявить о независимости. Наконец показательно, что никто, включая и саму Армению, эту независимость не признал. Когда говоришь «это факт», так и хочется сказать. Вот Брексит состоялся, это факт. Потому что на глазах всего мирового сообщества был проведен референдум, и четыре с половиной года шли переговоры о деталях, подробности которых знала вся мировая общественность. Наконец Брексит состоялся. Вот это факт. А вы посмотрите, с каким взглядом, с каким движением рук говорит об этом Кочарян. Нагорно-Карабахская республика никогда не была в составе независимого Азербайджана. Это факт. Он явно понимает, что он говорит это один. И никто ему не верит. То есть он прекрасно знает, что все мировое сообщество так не считает. То есть мировое сообщество не считает, что выход Карабаха из состава Азербайджана в 1991 году это фактом не является. По той простой причине, что они продолжают признавать территориальную целость Азербайджана. Но этот полуграмотный человек и такие, как он, умудрились в 1988 году поднять людей. Понимаете, с такой безграмотной, неаргументированной, юридической, с позволением сказать, подготовкой. Наверное, он имел в виду референдум 10 декабря 1991 года. Представляете, вот Брексит, а теперь посмотрите, что он имеет в виду. В 10 декабря 1991 года из 50 сел населенных пунктов Карабаха армянам удалось очистить около 48. То есть где-то оставалось 3-4 населенных пункта, в том числе Ходжалы и Шуша, где проживали азербайджанцы. Ехать по дорогам уже было невозможно, потому что устраивали засады, убивали полковника Блохотина, журналистку Салатана Скерову. Уже начали перемещаться люди на вертолетах, но они сбивали уже и вертолеты. Были сбиты два гражданских вертолета. И даже за несколько недель до этого был сбит 20 ноября вертолет с правительственной делегацией не только Азербайджана, но России и Казахстана. И вот в таких условиях господин Кочарян пытается убедить, что был проведен референдум, причем был проведен референдум бородачами. Тогда был Советский Союз, если он считает закон Советского Союза, то это все должно было проводиться при участии центральных органов Советского Союза. И вот он считает, что вот они опросили, вы же понимаете, что они азербайджанское население опрашивали. Опросив армянскую часть населения, он говорит, что состоялся референдум и Карабах не находился в составе Азербайджана. Но ведь это полуграмотное, но это просто бред и действительно это мегафейк. И как вот пытаешься понять, как народ армянский мог пойти вот за такими кочарянами вот с такой вот фелькиной грамотой, с таким абсолютно антиюридическим тезисом. К весне 1992 года бывшие союзные республики были признаны мировым сообществом в их существующих границах и принято в ООН. В случае с Азербайджаном эти границы включают Нагорный Карабах. И эти признанные границы не изменились с того времени ни на сантиметр, что уже по понятным причинам перечеркивает все попытки подвести хоть какую-то правовую базу под мечты приармянить азербайджанские земли. Правда, самого Кочаряна и ему подобных это обстоятельство нисколько не смущает. Когда Кочарян пожелал в 1998 году занять пост президента Армении, выяснилось, что по закону кандидат в президенты должен проживать в Армении в течение 10 лет. Такого ереванского стажа у Кочаряна не было, и в его команде просто сослались на то самое решение Верховного Совета Армении о Мияцуме. И даже не вспомнили, что решение это в 1990 году было отменено Верховным Советом СССР как вышестоящей на тот момент инстанцией. Поэтому Кочаряну в последнюю очередь стоит рассуждать в интервью зарубежным СМИ о законе и его силе. И, наконец, самое главное. В контексте этой масштабной, многослойной лжи интересно было бы узнать мнение граждан Армении, как они относятся к тому, что власти их страны позволяют себе такие манипуляции с законом. Ведь речь идет не о рядовой фальсификации, а о лжи с масштабными и тяжелыми последствиями. Именно с помощью таких вот фейков армянские националисты пытались подвести правовую базу для притязания Армении на территорию Азербайджана, в результате чего на Южном Кавказе три десятка лет бушевала война и проливалась кровь десятков тысяч людей. Итак, мы еще раз повторяем фейк, озвученный Робертом Кочаряном. Тогдашняя конституция Советского Союза позволяла при отделении республики, автономии, на референдумах решать свою судьбу. Нагорно-Карабахская республика никогда не была в составе независимого Азербайджана. Это факт. И напоминаем о нашем паре на миллиард долларов. Кто найдет в Советской Конституции подтверждение слов Роберта Кочаряна, тот получит указанную сумму. К сожалению, даже сейчас, оглядываясь назад, очень сложно понять, как такому параноику и националисту, как Кочарян, удалось поднять армянский народ на кровопролитие. Так и хочется спросить у тех, кто поверил в 88-м году Кочаряну, вот тех, кто поднялся на кровопролитие, а их предупреждали, что будет кровопролитие. Давайте оглянемся на прошедшие 30 лет и зададим вопросом. Это того стоило? То есть, стоило вот такую маразматическое, антиконституционное, антинеправовые тезисы поднимать как флаг и идти на войну за присоединение территориальных территорий Азербайджана. То есть, можно ли предъявлять территориальные претензии на основании таких вот тезисов, которые противоречили как советской конституции в советское время, так и международному праву после коллапса Советского Союза, когда Армения стала независимой. Как можно было верить вот этому бреду? Продолжение следует...